Прорыв трубы и затопленный подвал. В доме номер 40, корпус 1 на улице Островского, число проблем достигло своего пика. Они начались перед Новым годом. 28 декабря здесь частично отключили отопление. Лишь 30 стояков остались теплыми. Проблема в том, что дом является общежитием, и у многих хозяев здесь всего лишь одна комната. Поэтому в праздники люди остались в абсолютном холоде. После многочисленных жалоб тепло дали. Во вторник. Ни объявлений на подъезде, ни звонка. Неудивительно, что около 4 часов вечера дом превратился в водопад. Сразу у нескольких человек полопались трубы. Самый масштабный прорыв произошел в квартире на втором этаже. Трубу здесь разорвало в пяти местах. Как отопление отключили перед Новым годом. И вода там осталась, а потом морозы были. Вода там на месте была, а потом давление дали. Вода хлынула на пол, затопила соседей и подвал. Остановить ее было некому. Хозяина комнаты дома не оказалось. Драгоценное время ушло на вызов экстренных служб и звонки в управляющую компанию. За эти минуты квартира Александра успела сильно пострадать. Залило комнату. Три комнаты. То есть это зал, спальня и коридор. Уже ждена детская, детский уголок, можно сказать, спальный. Весь разбух. Буквально полугода нет ему. Залили компьютер. Прямо подняли. Вода оттуда вытекала. Телевизор плазменный. Сырые стены, отклеивающиеся обои, испорченная деревянная мебель, ковролин весь пропитанный водой и почерневший линолеум. Ущерб превышает 100 тысяч рублей. Сыр расцветает в воздухе и забирается в легкие. А ведь в квартире живут маленькие дети. Дочери Александра 7 лет, сыну 3 года. Просушить помещение родители не могут. Отопления до сих пор нет. А вот в квартире Галины вода уже превращается в лед. Вы видите, там уже и не покрывается. Вот. И везде плесень, по плентусам. Обувь вся сыреет уже вытирали. Однако управляющая компания на жалобы не реагирует. Возмещать ущерб они не готовы. Они свою вину не признают. Сейчас из подвала дома откачивают воду. Но она уже залила дороги, превратив придомовую территорию в настоящий каток. Примечательно, что в доме 67-го года постройки старые трубы прорывают регулярно. За последний год это третье ЧП. Подобные проблемы уже были летом и прошлой зимой. Однако капитальный ремонт системы отопления будет лишь через 6 лет. Он запланирован на 2023-2025 года. Сколько еще раз за это время произойдет прорыв и сколько имущества обычных граждан пострадает, неизвестно. Но радикальных мер сотрудники ЖЭО принимать не собираются.